Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, я внимательно с ним ознакомился, вот, значит, прочитал я ваше дополнение и говорить о том, что вы свою девочку не любите, я не стану, потому что вы уверены в том, что вы ее любите, не буду с вами спорить, если вы ее любите, значит, для вас это так, потому что каждый человек любит по-своему, тем более, что вы, ну, много для нее делаете, это действительно так, другое дело для чего, то есть, для чего вы это делаете. Ну, давайте попробуем по порядку, значит, с девочкой вы живете 7 лет вместе, а не динаты, предложение сделал 2 года назад, но все-то, свадьба не получается, вечные кредиты и проблемы. Значит, смотрите, 2 года назад вы сделали девочкой предложение, то есть, получается, после 5 лет совместного проживания вы сделали девочкой предложение. Скажите, а почему вы сделали девочкой предложение именно после 5 лет, почему не после года, 2, 3 лет, или у вас тогда тоже были проблемы какие-то? Этот момент довольно важный. Понимаете, 7 лет вместе, что такое 7 лет, именно вот в вашем возрасте? 7 лет назад, ей было 23, вам было 24, скажем так, то есть, по сути, это молодые люди, то есть, вы, по сути дела, были молодыми людьми, ну, вы и остаетесь молодыми людьми сейчас. Вы молоды, а мама была молода, но тогда мы были именно молодыми людьми, в более конкретном смысле этого слова, то есть, 23 года, 24 года, ценности, ориентиры какие-то еще вот не сформировались еще, кажется, что вся жизнь впереди и так далее, и так далее, и так далее. Но в 30 лет, даже в 28-29 лет, у человека нарастает вообще вопрос о том, кто он такой, куда он идет, что он вообще по жизни значит. И вот у меня сложилось такое ощущение, что вы от ваших текстов, что вы сами не удовлетворены собой. Ну вот, не нравится вам, как вы себя ведете, не нравится вам, какой у вас достаток, не нравится вам, как вы зарабатываете, не нравится вам, что у вас постоянные кредиты, не нравится вам, как вы ведете себя с женой, претензии своей жены вы воспринимаете как свои собственные неудачи. То есть получается, что у вас есть изначально сомнения в себе, которые ваша жена просто-напросто подчеркивает. То есть она давит вам на то, с чем вы сами в себе сомневаетесь. И по этой причине, я думаю, основные проблемы есть. Именно вашу. Про жену я сейчас не говорю. Именно вашу. Проблема отсюда. Значит, вот вы говорите. Значит, вечные кредиты и проблемы. То есть вы постоянно берете кредиты. Я бы порекомендовал вам здесь подумать, а вот кредиты на что вы берете. Почему вы берете кредит? Понимаете ли вы, что когда человек берет кредит, он, по сути, больше отдает денег банку, чем, например, берет, чем получает. Почему нельзя немножко поднакопить и купить самому то, что вы хотите. Тем более, если вы, как пишите, вырабатываете довольно много. То есть вот это вот отношение к финансам, отношение к средствам, умение средствами распоряжаться, понимание того, как эти средства нужно тратить, мне кажется, у вас, ну, немножечко неверное, как бы, структурирование. То есть чтобы кредитов не было, нужно их не брать. Чтобы кредитов не было, нужно понимать, что некоторые вещи здесь и здесь и сейчас позволить себе нельзя. То есть это психология, это психология отношения к деньгам, это психология финансово, финансово, денежная психология, если угодно. И вот она у вас такова, что вы склонны брать кредиты. А вот почему вы берете кредиты? Чем вы обосновываете свое желание брать кредиты, например? Ну то, что жена берет кредиты, это понятно. Про жену опять же мы не говорим сейчас. Про вас, почему вы берете кредиты? Вот с чем это связано? Ведь кто-то берет кредиты, кто-то нет, кто-то уверенно зарабатывает меньше, чем вы, и кредитов не берете. А кто-то зарабатывает больше, чем вы, и весь кредит. Понимаете? То есть вот первая проблема, первая проблема это то, что вы не удовлетворены собой, не удовлетворены тем, как вы живете, не удовлетворены своим материальным положением, возможно, своей реализацией. То есть в 30 лет вы уже задаете вопрос, наверное, подсознательно думаете, а вот кто я такой, что я вообще сделал и так далее. Вот. И вот это вот на самом деле первая проблема. Потому что, ну, в 30 лет вам уже нужно действительно понимать, кто вы, какой-то вот, понимаете, такой глобальный смысл своей жизни, своей деятельности. То есть немного работать, а работать именно там, где вам нравится, реализовываться там, где вам нравится, и расти, то есть искать себя, найти себя в работе, они просто работают ради денег. Если вы работаете ради денег, то у вас вот и получается, что один кредит, тот другой. Вот. И на самом деле та же ситуация происходит с женщиной, только с вашей женой, только в два раза сильнее. Потому что для нее, для многих женщин, это порог, порог в 30 лет, после которого считается, что родить ребенка уже будет очень сложно и тяжело. Это иллюзия, это заблуждение, но, тем не менее, тем не менее, это так. И вот, почувствуйте себя, почувствуйте себя в своем положении. И представьте себе, что ваша взгляда чувствует то же самое в два, в десять раз острее, чем вы. Вот. Понятно, что это и социальное давление на нее идет общественное. Понятно, что это стереотипное женское мышление здесь, что с 30 лет ребенка родить будет слабее. Вот. Просто бытует мнение, что до 25 лет родят ребенку легче в физиологическом плане. Это, опять же, не так. Это, опять же, все сугубо индивидуально, но вот такое мнение выходит. И женщина, она это очень паскивает. И если вы принимаете ее, если вы любите ее, то вам нужно вот ее состояние такое принять. И не о ней вообще думать. Понимаете, не о жене. Вам о себе нужно думать. Что вы будете делать, как вы будете себя вести, как вы будете работать, как у вас будет или не будет больше кредитов. Вот это самое важное. И это вторая проблема. Значит, вы пишите, что... Так. Значит. Просто расписаться на ней хочет, желает праздника. Ну, окей. Она желает праздника, а как относитесь к этому вы? То есть, вот вы говорите, что, опять же, что вы ее любите, что вы ее принимаете, что она такой не была. Окей. Окей. Возьмем ваши слова на веру. Как вы относитесь к тому, что она желает праздник? Вот вы с вами как считаете, хорошая эта идея или нет? Понимаете, если вы ее идея не разделяете и делаете это только ради нее, то я боюсь, что ситуация не будет складываться в должном образе, потому что у вас нет этого желания. Вы просто говорите, ок, пришлось приносить свадьбу. То есть, вы как бы сделали ей одолжение. Ещё раз. Вы считаете сами, что нужна свадьба, нужен праздник и так далее? Или нет? Это очень важный момент. Далее. У нас были скандалы, переезды ее и т.д. Скандалы по поводу того, что вы перенесли свадьбу. Ну, это понятно. Опять же, как вы относились к этим скандалам? Как вы их воспринимаете, эти скандалы? Понимаете ли вы, что это тотально неудовлетворенность, неуверенность в себе вашей жены, страх остаться нереализованной и т.д. Переезды ее. Ну, переезды, опять же, непонятно. Приезды куда, переезды зачем и т.д. Сейчас планируем на лето свадьбу, но опять никак не проблема. Ещё раз прочитаю, что Тихо расстаться на них хочет, ей нужно платье, фото и т.д. Окей, вы уточнили. А вам что нужно? Вот что хотите вы? Вот она вам постоянно говорит о своих желаниях, о желаниях, а вы? Вы говорите ей о том, чего хотите вы? Какую позицию вы заняли по отношению к ней? Наскадывается ощущение, что вы вот принимаете ее желания, принимаете ее какие-то постоянные претензии, при этом изначально вы не говорили, и о том, чего хотите вы, что нравится вам, что нульного, как вам видится тайная или иная ситуация, при этом вы были согласны молча работать, вы были согласны относительно покорно все выполнять, и при этом, наверное, ничего не говорить о своих желаниях. Вот опять же, это тоже важный момент, чего хотите вы. Далее. Я и пообещал прошлым летом делать, но не получилось. Почему не получилось? Понимаете ли вы, что если мужчина обещает, то он должен встал меня. Если женщина видит, что у мужчины слова расходятся с делом, то она перестает ему доверять, она перестает чувствовать себя, как за каменной стеной, она начинает в нем сомневаться. И вот здесь, вы говорите, не получилось, вы переносите ответственность. себя она не получила. Это не не получилось. Это вы не смогли. А почему вы не смогли? Потому что у вас неверное отношение к деньгам, неверное отношение к себе. Возможно, неверное отношение к материальным ценностям и к тому, что вы делаете. То есть к своей деятельности, как вы воспринимаете свою деятельность, свою работу. Это очень интересный момент. Мне кажется, что именно в этом моменте кроется ваша проблема. Потому что помыть, что мы можем вам, не жене. А жене, даже если у нее депрессия, как вы говорите, все равно это с ней нужно работать. Как бы не с вами, понимаете, это с ней. А она хочет, она или нет, это, ну, сами понимаете, это уже от нее зависит. Вот. Далее. Я знаю, как ей было больно. Больно. Ну, вы продлили у нее прощение за то, что у вас не получилось. Изменялись ли вы перед ней. Или как-то возместили ей хоть какой-то ущерб. Или просто знаете и все. Теперь в этом году не знаю как. А что значит не знаю как? Вот опять же, аноним. Что значит не знаю как? Мужчина не может не знать. Мужчина должен знать все, что от него зависит. Мужчина должен знать свои финансы, свои возможности. И обещать только то, что он реально может сделать, исходя из своих возможностей. У меня такое ощущение, что вы все время пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь. Вы хотите свадьбу, ну, хотите свадьбу сыграть со своей женой. Но вы ее, саму свадьбу, не хотите. Она у вас не получается ни из-за кредитов и проблем. А потому что вы не хотите свадьбу. Вы не хотите праздник. И вы пытаетесь через силу быть кем-то другим. И из-за этого у вас не получается. Потому что вам это все чудо, вам это все не нужно. Я верю в то, что вы хорошо работаете, много работаете и все. И именно, я верю, что вы ответственный человек, что вы не изменяете, как вы пишете и так далее. Именно поэтому, вот это вот ваше, я не знаю в этом году как, это не знаю. Это отсутствие вашего желания свадьбы. Уже. Может быть раньше хотели, но вот тогда не получилось. Один раз. После этого начали скандалы ссоры, и подсознательно вы уже не хотите теперь свадьбы. Может быть даже вы не хотите на ней жениться. Может быть. То есть вы ее любите, но не хотите связывать с ней свою жизнь. Сейчас. Такое вот тоже может быть. И для того, чтобы понять, что вы хотите, нужно обрести себя. Нужно прислушиваться к себе и к своим желаниям. Вот важных желаний здесь, ну, в сексе, на самом деле, очень-очень мало. Далее, значит, девушка постоянно плачет, что она не официальная жена, что все ее подруги с замужем, и с детьми, и с ипотекой, и мои, кстати, тоже. Хотя люди позже нас начали тут встречаться, и уже все так у них. Мол, а мы 7 лет просто съекались, и все за 7 лет. Ни квартиры, ни детей, ни свадьбы. Говорить, что ей надоелось так, что ей пора рожать. Ну, вот, знаете, в этой ситуации, опять же, это ее позиция, это ее точка зрения. А вы? Вы сами что думаете по этому поводу? Вы сами как считаете? Вы сами считаете, что вам нужна обязательно квартира, обязательно дети, обязательно свадьба и так далее? Вы сами чего хотите, как вы считаете? Права ваша жена или нет? В чем права? В чем нет? Далее, простите у нее, просто вот спокойно, для чего тебе быть такой же, как твои подруги? Почему ты хочешь быть такой же, как они? Ты считаешь, что у них все хорошо? На чем обосновывается твое такое мнение, что у них все хорошо? Вот попробуйте со своей женой в этом контексте поговорить. Простите, пожалуйста. Попробуйте в этом контексте со своей женой поговорить. Далее, значит, я работаю очень много, стараюсь зарабатывать больше, но что один кредит, то другой. Ну, вот под кредит, я уже сказал, это моя большая проблема. Так, ее работа, работа вашей жены, стала приносить очень мало денег. Среди она практически не зарабатывает. Опять же, здесь вопрос. Как вы считаете, должна ли женщина зарабатывать? Должна ли женщина работать или нет? Как вы сами относитесь к этому моменту? Вы ничего не пишете про свое отношение. Вы просто рассказываете про свою жену и все. А как вы хотите, как вы считаете? Она постоянно плачет, переживает, вообще забилась на себя, может с ней мыть посуду, по нескольку дней красится, ходит в одной и той же одежде. Так, значит. Как вы относитесь к тому, что она не моет голову по нескольку дней? Считаете ли вы, что девочка должна дома краситься? Ага, значит. Как вы относитесь к тому, что она уходит в одно отдельное? Говорите ли вы ей о том, как вы к этому относитесь? Далее. Когда я уходю, покупаю письмо сладочные, заедает, набрала прилично. Заедает что? Вот конкретно, что она заедает? Не удовлетворенно? Окей. Что нужно для того, чтобы она была удовлетворенной свадьбой? Вряд ли свадьба, только праздник. Правда, начнется праздник, пройдет. Дети, опять же, дети родятся, детям будет нужно что-то давать, у нее сил давать нет, это очевидно. Ей нужно давать. Значит, что? Что она заедает? Она заедает, что оказался не такой, как все. Вот что она заедает. Она заедает свою тотальным неудовлетворенность. Вы подумайте, что стоит за всем этим, за ее требованиями. Что стоит? За всеми ее требованиями стоит страх быть аутсайдером. Аутсайдером в обществе. Так вот, вы разделяете ее по месту или нет? Вы считаете так же или нет? Если вы считаете по-другому, если вы считаете иначе, а вот у меня сложилось ощущение, что вы считаете по-другому, то, как бы вы свою девочку не любили, но у вас все будет так. Потому что подсознательно у вас другие желания, подсознательно у вас другие взгляды, подсознательно у вас другие ценности. Из-за этого у вас все будет по-другому. Из-за этого у вас ничего не меняется, потому что у вас разные желания, но вы о своих желаниях не говорите. Значит, да, еще важный момент. Работа перестала приносить очень мало денег. Что ты заработал, почему перестала приносить мало денег? О какой реализации говорит ваша девушка, если она не хочет работать? То есть, как она понимает реализацию? Не надо обвинять ее, ни в чем. Вот прозвитер, а вот ты плачешь. Ты плачешь и заедаешь. Что ты заедаешь? А почему ты не хочешь ничего делать для того, чтобы реализоваться и получить то, что тебе нужно? Вот именно со своей стороны. Вот то, что ты можешь сделать. Давай подумаем, что ты можешь сделать для того, чтобы реализоваться. А реализоваться тебе зачем? Реализоваться тебе зачем? Чтобы что? Смотрите, если человек хочет реализоваться, чтобы не быть не таким, как все, то он всегда будет чувствовать себя нереализованным, потому что это ориентация на чужие ценности, на другие ценности, но не на свои. И отсюда проблема вашей жены. Так, значит, за болятком дома не следит, перестал ограбить мне рубашки, встречать меня, ужин положит, иногда сидит со мной молча, иногда уходит в пастель и читает. Говорит, что ей надоело однообразие, что она все время чего-то ждет, никуда не ходим, не путешествуем, подарки, романтики нет. А вот задайте опять же ей вопрос, аноним, а она ожидает, что мужчина должен только это делать? Она ожидает, что романтику, подарки, ревнообразие должен создавать только мужчина? То есть женщина ничего делать не должна? Вот задайте ей этот вопрос, аноним, и послушайте, что она вам сказала. А после прислушаетесь к себе, разделяете ли вы это мнение ее или нет? Разделяете ли вы то, что она вам говорит? Разделяете ли вы то, что она вам сказала или нет? Это ее ценности, это ее представление о том, как должны вести себя супруги. И если ее представление отличается от вашего в корне, то вы можете ее любить, но вам либо придется принимать, что она вот такая вот, то она вечно будет недовольна, потому что у вас другие ценности, и вы просто подсознательно ведете, ну, идете своим путем. Либо вам нужно будет просто великом и полностью ориентироваться на ее цели. И все, если вы любите ее. То есть по сути потерять себя. Далее, значит, что мы никогда не выбираемся по выходным. Почему? А выбирались ли раньше? Что перестало? Почему перестали? Куда бы она хотела выбираться по выходным? И так далее. Стала жестко ленивой, красивной, вспынчивой. Опять же, встала, встала. А когда встала? С какого момента встала? После того, как вы два года назад сделали ей предложение, но все-таки файлы не получалось, она стала такой. То есть до вашего предложения все было нормально и легко. С какого момента встала? Нужно увидеть этот момент, отправной момент, переломный момент. Именно он и подскажет, что это встало ей такое быть. Именно он укажет на проблему внутри нее. Здесь, наверное, она была не всегда такой. Значит, что-то заставило ее поменяться. Что? Вы, судя по всему, всегда были таким, а она изменилась. Значит, что-то произошло. Вот что нужно выяснить, если вы хотите именно ей помочь? И, понимаете, если вы увидите, что изменилось, что заставило ее измениться, вы сможете сами свое поведение скорректировать так, чтобы либо идти на встречи, либо нет. Опять, переживает, что время идет, но ничего не происходит. Опять же, она считает, что она ничего не должна делать для того, чтобы что-то происходило. Понимаете, если ничего не делать, то ничего и не будет происходить, к сожалению. Вопрос в том, что она готова сделать для того, чтобы что-то происходило. И что вы готовы сделать для того, чтобы происходило. Здесь хорошим вариантом был бы договор. То есть вы договоритесь с ней, что вот за неделю, ну пока, пока, такой вот пробный период, договоритесь за неделю делать то, чтобы что-то произошло с вашей стороны и с ее. То есть договоритесь, что делаете вы, что делает она. Попробуйте. Попробуйте так договориться и посмотреть, а сколько и что она возьмет под свою ответственность. Готова ли она что-то брать под свою ответственность вообще. Вот. То есть, например, вот цель. Выбраться куда-то на выходные, да? Окей. Приглашите ей выбрать место, куда можно выбраться. Просто предложить. Пусть выберет, посмотрит, там сравнит цены, найдет вам варианты. Вы, со своей стороны, обязуетесь, например, найти деньги для того, чтобы выбраться куда-то. Так. Отговорите бюджет вместе. И пусть она сделает часть своего дела. А вы свою. Свою часть. И посмотрите, как у вас это получится. Потому что там такое впечатление, что вы очень много брали на себя. Берете, брали и берете на себя ответственность за нее, но очень мало несете ответственности за себя. А она вообще не несет ответственности ни за себя, ни за вас сейчас. И в этом тоже заключается проблема. Далее. Значит. Считаю слава природы такая истеричная и ленивая. Здесь есть противоречие. В своем дополнении вы пишите, что девочка, вот даже, девочка не была такой. Так как же вы, как же вы это сочетаете в себе, что девочка от перелеты ленивая и истеричная, но при этом вы говорите, что раньше девочка такой не была. Как-то вы поясните данное противоречие, пожалуйста. Далее. На 14 февраля мы первый раз не поздравили друг друга, хотя раньше снимали, наверное, в гостинице. Так-то музей заболел. Значит, спросил, почему она грустна. Значит, она показала инстаграм, где ее подругам музеям дарили цветы и подарки. Я себя почувствовал козлом. Кто спрашивает, почему я такой, что я не романтичный, а за то плачу там кредиты, да, в фитнес-центр оплатил, в который она не ходит. Кстати, не ходит, почему. У нее нет мотива сбрасывать вес. Чтобы сбросить вес, нужно сказать, что я хочу сбросить вес для чего, для 100 по 100. Вот. Шопинга давно нет. На маникюре дзек и т.д. нет денег. То есть она просто сидит дома, одна, подруги все рожают и не удержит дни. То есть вот здесь как-то у вас очень сумбурно все получается. Вы почувствовали себя козлом за что? За то, что вы заболели? Или за то, что ваша жена ведет себя эгоистично по отношению к вам в этот момент? Вы не виноваты, что вы заболели? Ну, то есть, больше всего лишь, что вы везде лежат. Как-то вот непонятно, а за то, что вы себя козлом почувствуете? Получается, что у вас есть чувство вины перед своей женой. Чувство вины – это, по сути дела, взятие ответственности за нее на себя, что вы ей делаете. То есть вы берете ответственность на себя за то, что она грустная, потому что вы ей ничего не подарили по причине того, что вы заболели. И опять же, по всем тем причинам, которые я вам ранее сказал. То есть вы не разграничиваете ответственность свою и ее. Это вот, на мой взгляд, тоже довольно такая серьезная проблема в вашем случае. Ага, начинали. Вы пишите, что она маникюр, а денег нет. Скажите, а вы хотели бы, чтобы деньги были? Вот это вот снова такой немножко каверный вопрос. Хотели бы вы, чтобы были деньги на все вот эти вот вещи? Хотели бы вы? Вот у меня случилось, например, такое ощущение, что нет. Я думаю, что вы не очень сильно этого и хотите. А если вы этого хотите, если вы этого действительно хотите, то вам нужно менять свое отношение к финансам. Так, как я вам говорил. Вы спрашиваете, я не понимаю, это я ее такой сделал? Отчасти. Отчасти, да. Отчасти вы ее сделали такой. Но не тем, что вы ей не давали чего-то. Не тем, что вы не удовлетворяли ее в чем-то. Нет. Вы сделали ее такой потому, что чрезмерно брали ответственность на себя за нее. И очень мало говорили о том, что хотите именно вы. Вначале отношения были скандалы. Что я не дарю ей просто подарки, а я говорю, что их надо заслужить, что я обижаю. А скажите, вы действительно считаете, что подарки нужно заслуживать? Очень интересная установка получается. То есть у вас изначально с вашей женой были разные взгляды на эти самые вещи, такие как подарки. То есть у нас считают, что мужчины должны ей дарить подарки, а вы считаете, что их нужно заслуживать. Ну тогда вам, опять же, непонятен ваш выбор. Вы говорите, что девушку любите. Но что это ли есть любовь? Любовь это есть принятие ее такой, какая она есть. Если вы принимаете ее такой, какая она есть, то совершенно очевидно, что ваша установка применительно к жене совершенно не работает. Потому что она считает, что вы должны ей дарить просто так подарки. И даже если вы дарите ей сейчас эти подарки просто так, то они идут, скорее всего, не от души, потому что вы считаете, что их нужно заслуживать. И это отчетит тоже проблема. Данная установка является проблемой в контексте ваших отношений с вашей женой. Почему вы считаете, что подарки нужно заслуживать? Почему вы не считаете, что подарки нужно дарить просто так? Тем более, человеку которого любишь. Как вы говорите. Она говорит, что я не заслуживаю, что слежу за квартирой, готовлю и т.д. Вот интересно, что вы на этот вопрос не отвечаете. Считаете ли вы, что это действительно этого достаточно для того, чтобы получить от вас подарок. По факту я оплачиваю квартиру продукты-кредиты. По возможности ей деньги даю, в последнее время не даю, так как уходит все в кредит. А как вы... Простите, у меня ремонт идет, поэтому если не будут звуки, извините, пожалуйста. Как вы... Ну, не у меня ремонт, а на этаже выше. Как вы относитесь к тому факту, что вы оплачиваете квартиру продукты и кредиты? Считаете ли вы это своей обязанностью или своим долгом? Очень важный вопрос. Разве если обязанность, то за обязанность нужно какое-то наградение получать. Если долг, то это безусловно. Как вы относитесь к этому? Кроме того, кредиты, помимо только ее кредитов, это, известно, второе следствие вашей проблемы. Все остальное в квартире продукты, это то, как вы понимаете финансовое вложение в семью сами. То есть, из вашего рассказа непонятно, считаете ли вы это нормальным, то есть, что вы оплачиваете ваши продукты, квартиру, кредиты или нет. Вот это вот очень важный момент. Непонятно ваше отношение к этим аспектам. Далее. С ней что-то происходит. Пишите вы. С ней происходит то, что, вероятно, человек просто-напросто привык к тому, что вы берете ответственность за нее на себя. И она просто-напросто понимает, что не можно ничего не делать, вы сделаете все сами. И она начинает требовать от вас все больше и больше. Она не перестает, точнее, не начинает, не следует ответственность за себя. Она сваливает. Она, по сути, ведет себя сами, как ребенок. И вы позволяете ей этим самым ребенком быть. То есть, вы не говорите ей четко, что вот, есть твои обязанности, есть мои обязанности. Если не хочет, чтобы у нас все было хорошо, выполняет свои обязанности, я буду выполнять свои обязанности. И, соответственно, я буду все это менять, я буду стараться быть лучше, и ты тоже меняешься, и ты тоже стараешься быть лучше. Возможно, для них все нужен пример. Чтобы вы это сделали первым. Как? Об этом я вам уже говорил. Вы понимаете, она не счастлива со мной. Нет, она не счастлива не с вами, она не счастлива с собой. Знаете, если в начале отношений были, когда вы не дарите ей подарки, то это уже проблема у жены. Потому что подарков обычно не требуют. Подарки не требуются. Мы достаточно уверенные в себе люди. А ваша жена требуется. Это, к сожалению, есть следствие неуверенности в себе, комплексов в одной недолюбленности и так далее. Цель проблем достаточно много, вам нужно понять, что она не счастлива не с вами. Она не счастлива просто так, с собой. Вот. Вы, как бы, потворствуете ее несчастлива, вы его усугубляете, но это не то, что можно вам поставить в вину, потому что вы в этом не виноваты, вы этого не знаете. Вы этого не могли знать, в принципе. Вот. Но вопрос только вот в чем. Если в начале отношений были скандалы, и если у вас другая установка, что подарки нужно услышать, почему вы не раздались тогда? Ведь понятно же, что, как бы, ну, что вы не подходите друг другу. Понятно же, что у вас разные взгляды на такие вещи. Так почему вы не раздались? Она надеялась, что сможет вас переубедить. Это понятно. А почему вы не раздались? Это интересный вопрос. В начале отношений, я имею в виду, в начале. Далее. Значит, вы пишете, что плюс она переживает, что никак не реализовала себя ни в карьере, ни в семье. Значит, так. Об этом я говорю. Других мужиков женщины цветут, а моя уродка с каждым днем. Я понимаю, что ей важно быть замудренней, чтобы я дарил подарки. А, нет. И замудрится, и подарки не исправят ситуацию. Она всегда будет такой. Пока не решит свои внутренние проблемы. Для чего ей это нужно? Что стоит за всем этим? То есть, глубже копнуть. И здесь, либо вы предложите ей обратиться к психологу, либо вы просто-напросто скажете, что если ты меня любишь, то будешь принимать то, что я тебе даю, и все. Я буду стараться лучше. И если ты не любишь меня, или ты постоянно проявляешь ко мне негатив, постоянно претензии какие-то, то, может быть, нам и не нужно быть в мире. Она вам говорит, что хочет от вас уйти, но об этом чуть позже. Далее вы говорите, что про день рождения пишите, значит, что она проснулся. Меня недовольно сейчас проснулся. Она вылила на меня, что я даже не подумал цветы заблаговременно купить и удивить ее. Но это ее поведение истероиды. Это болезненная потребность во внимании. Болезненная потребность во внимании – это в следствии комплексов и неуверенности в себе. Вы здесь, еще раз повторю, вы здесь, не виноваты. И подарки, какие бы ни были, и за мудрство, и даже дети ситуацию не искрали. То есть она проснулась, праздника нет. Но ведь праздник – это не святые подарки. Праздник – это именно взаимодействие с другим человеком. И этого мало. Значит, она хочет чувствовать себя более значимой. Она не чувствует себя значимой. И значимость она пытается обрести через внешние средства. А это неправильно. Значимость не обретается через внешние средства. Значимость обретается через средства внутренние. Через ценности и коррекцию, ориентацию поведения на эти самые ценности. Ночью я ехал с работы и позвал ее поедать в кафе. Она, оказывается, подумала, что я ее с цветами в машине жду, а я хотел купить, но забыл. Она придирается, что если человек хочет, то делает, особенно мужчина. Позавчера, во время ссоры, она сказала, что в копе деньги и весной уйдет к меня, потому что больше не намерена ждать. А я не хочу ее терять. Ну вот здесь у вас следующее. Я хотел купить, но забыл. То есть вы не придаете значения тому, что женщина хочет ваше. То есть вы не привыкаете к тому, что она постоянно вам предъявляет претензии. Эти претензии уже не вызывают у вас достаточно серьезного эмоционального резонанса. Потому что если бы это было у вас первое, она сказала про цветы, то вы бы, ну, определенно купили эти цветы. И сдали бы ее в машине цвета. А вы хотели купить, но забыли. Забыли почему? Потому что это недостаточно важно, опять же, для вас. Изначально. И получается так, что у вас разные ценности, разные представления и разные ориентиры в жизни. У нее одни, у вас другие. И вы говорите, что я не хочу ее терять. И вот именно то, что вы не хотите ее терять. Почему вы не хотите ее терять? Именно тот мотив, по которому вы не хотите ее терять, и заставляет вас быть с ней тем, кем вы не являетесь следствием, и чего происходят все вот эти вот ваши проблемы. Нельзя не хотеть человека терять. Если вы ее любите, то вы хотите, чтобы она была счастлива. А если вы хотите, чтобы она была счастлива, и видите, что она не счастлива с вами, значит, вы готовы ее опустить. В противном случае это не любовь. Это удержание человека при себе ради себя же самого. Вы говорите в своем дополнении. Если это не любовь, что я делаю тогда, что такое мужская любовь? Мужская любовь – это применение сделать женщину счастливой, во-первых. И быть… Мужская любовь – это готовность отпустить свою женщину, если мужчина видит, что своим неестественным поведением, а вы ведете себя подсознательно и естественно. Вот подсознательно вы ведете себя естественно. Вы пытаетесь быть с кем-то другим ради нее, но подсознательно вы ведете себя естественно. Так вот, если мужчина видит, что его естественное поведение женщину не удовлетворяет и не делает счастливой, он ее отпускает. Вы же отпускать ее не хотите, и отсюда возникают сомнения вашей любви. Вы говорите, зачем я буду вкладывать женщину, которую не люблю, для себя? Да. Потому что если она от вас придет, вы воспримите это как прогресс, как удар по самолюбию, по самооценке, по гордости. Вы говорите, что… Вы говорите, что… Как вот у других так, у других женщина цветет, а моя нет. То есть вы уже чувствуете, что это бьет по вам, по вашей самооценке, по вашей мудрственности, по вашему осознаванию себя как мужчины. Вот именно это и заставляет вас в нее вкладывать и как бы удерживать ее рядом с собой. Возможно, вы этого даже не осознаете. Но вы подумайте, почему вы не хотите ее потерять? Почему? Просто вот что будет, если вы ее потеряете? Она будет счастлива. Вы как человек, который ее любит, тоже будете счастливы за нее. Почему вы не хотите ее потерять? Дальше. Вы говорите. Ее мне если не видно, мне не нравится, она стала злой, истеричной, нервной. Ну, опять же, про то, что она стала такой, об этом я не разговариваю с какого момента, почему, какие именно аспекты на нее повлияли, какой она была раньше и так далее. Это все нужно сравнивать, выяснять, разбирать, смотреть. Я ей сказал, что она не дает мне накопить хорошую энергию для того, чтобы радовать ее, типа, подарки и т.д. Опять же, она не должна вам давать накопить энергию. Эта энергия либо есть в вас, в самом. Она исходит из ваших ценностей, из ваших установок, из ваших представлений о том, как должен вести себя мужчина, как должна вести себя женщина, либо нет. Нельзя нагабливать энергию, чтобы добить подарки. Это не энергия. Это именно подарки, это поступок. Поступок происходит в результате идей, идеи происходят в результате ценностей. Никакой энергии нет. По сути, вы, говоря про энергию, обрадуетесь, сваливаете на нее ответственность за себя. То есть за нее вы ответственность берете, а за себя ответственность не несете. Именно из-за чувства вины. То есть так бывает всегда, когда человек испытывает чувство вины. Он несет ответственность за другого, не несет ответственности за себя, к сожалению. Далее, далее. Она говорит, что злая, потому что от меня ничего нет. То есть, видите как? Она не любит вас, безусловно. Она не принимает вас, безусловно. Ей мало того, что вы просто с ней. Ей нужны банарки. Какая же это любовь с ее стороны? Вот если честно, про ее поведение не происходит. Нельзя сказать, что она вас любит. Она хочет идеального мужа, который позволил бы ей быть достоином своего общества и своих друзей. Любовь – это принятие человека, безусловно. Так вот, мне кажется, что вы принимаете ее такой, какая она есть. Обманывая себя, потому что… Ну, причины я уже назвал. Вы ее любите. Да, вы ее любите, но… Не только любовь есть в ваших чувствах к ней. Есть еще другие чувства. Какие? Я об этом говорю. Далее. Что с ней происходит? Депрессия? Моя вина? Нет. Нет. Это не депрессия. Это именно следствие ряда причин, но основная причина в том, что она всегда ставила вам условия для своего отношения, для своей любви. И правда в том, что она нуждается в вас в большей степени как в обеспечителе социальных ценностей и материальных ценностей и так далее. А вы нуждаетесь с ней больше на эмоциональном уровне, но для себя. В этом результате получается такая крайняя ситуация. Я не думаю, что у нее депрессия. Депрессия – это болезнь, диагноз может ставить только врач, только на очном приеме. Далее. Ты не умеешь любить, говорит она, ты думаешь только о себе, о своей старой машине. Все время я должна выпрашивать, выпрашивать подарки, комплименты, какие-то романтические поступки. Ждать, когда ты делаешь меня женой, потом неизвестно, сколько ждать беременности, а я хочу ребенка. И тогда все время говоришь, что хотел купить цветы, хотел подарить подарок, но этим и заканчивается. Считать, что от мужской любви, знаете, на цвету становится лучше. Дело в том, что женщина становится лучше, когда они сами любят мужчину, когда они сами его принимают таким, какой он есть. А женщина, она требует от вас того, кем вы не являетесь, она требует от вас быть другим. То есть она изначально, когда была с вами в отношениях, начала только быть. У нее был образ мужчины. Это были не вы. Это был другой мужчина, которого она видела в своем воображении. И постепенно, когда ей начал проявляться реальный ваш образ, она все больше и больше чувствовала себя неудовлетворенной. И в итоге это все выливается именно вот в это. Она вас идеализировала. Значит так. Вот. Так вот бывает. Особенно у женщин, особенно в возрасте 23 лет. Далее. Значит, если нет этого, то она... А если нет этого, то она наглядный пример. Говорит, что она не хочет ничего делать для меня, заботиться, не хочет, никаких эмоций не испытывает, вечно недовольное лицо. Спрашив как-то справа замуж, в таком виде сплачет. Вам не надо бы этого спрашивать на самом деле. А вот эту женщину нужно оскорблять. И еще больше отталкивать от вас и отдалять. Не нужно задавать ей таких вопросов. Ну, лучше вам, так сказать, быть существенным собой и спросить себя, хотите ли вы действительно на такой женщине жениться. Просто допускаю, что ей и вам, на психологическую помощь, постоянные консультации с психологом, с семьей, совместные, индивидуальные. Вот. И только после работы, когда каждый из вас найдет себя, осознает себя, вы решите вопрос, будете ли вы быть вместе или нет. Очень великая вероятность того, что вместе вы после консультации не будете. Вся мотивация жена, скорее всего, когда поймет, что вообще-то говоря, она вас не любит, вообще-то говоря, ей любит друг друга мужчина. И вообще-то говоря, у вас совершенно разные установки. Скорее всего, при преодолении своего страха она боится. Скорее всего, как и вы, она боится остаться одна. Так вот, при преодолении своего страха, вполне вероятно, что она с вами быть не захочет. Вот. Это тоже нужно понимать. Поэтому про свадьбу я бы сейчас вообще разговоров не вел. Вам нужно менять свое отношение к финансам, вам нужно менять свое отношение к себе. Сначала вам нужно больше говорить о себе, о своих желаниях. Не говорить, что она всего-то не делает, а говорить, чего хотите вы. Это вот куда важнее. Она считает, что я ее не люблю, но я ей говорю, что я терплю ее истерики, лишний вес, верю в нее, плачу кредит и даю деньги. И это я не люблю ее. Вообще-то нет. Вообще-то нет. Вы терпите ее истерики, лишний вес, верите в нее и платите кредит и даете деньги. Для чего? Для чего вы это делаете? Вот если бы вы ее любили, вы бы не говорили всего вот этого. Про это можно делать и для себя. Это можно делать и по причине того, что вы хотите быть хорошим мужем. Это не показатель любви. Еще раз. Показатель любви это стремление сделать женщину счастливой. А сделать женщину счастливой можно одним взглядом, одним поцелуем, одним прикосновением. Одним словом. Не всем тем, что вы перечислили. Вот это любовь. А это действие. Действие. И действие ни в коем случае не показывает любовь. По крайней мере вот эти действия любви не показывают. Это обязанство сказать скорее. Вы говорите терпите. Ключевое слово терпите и эстерики. Терпите. Вы не принимаете ее такой. Вы терпите. Терпите для чего? Вопрос. Так что это не показатель вашей любви к ней. Далее. Ощущение, что я неудачник и у меня не получается ничего. Моя женщина превратилась из прекрасной юной девушки в толстую бабу сварливую. Помогите забраться. Вы не неудачник. Вы просто забыли себя. Вы забыли кто вы. Вы забыли свои ориентиры. И именно по этой причине у вас произошла такая ситуация. На самом деле вы довольно успешный человек. Вы довольно много зарабатываете. Как вы сказали. То есть я думаю, что вы обладаете теми проблемами, которые я вам вот озвучил. На мой взгляд это основные проблемы. И именно их вам и нужно разбирать. Готовы вы это делать или нет? Это уже вам решать. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 il